Марина Железнова, руководитель отдела продаж небольшой компании, которая занимается продажей декоративного камня. Снижению покупательского спроса им не привыкать. Товар сезонный, осенью и зимой выручка падает на 40%. Но этого обычно хватает, чтобы выполнять обязанности перед сотрудниками, арендодателем и поставщиками. Теперь ситуация иная. Из-за пандемии доходы фирмы сократились на 70%, что оказалось критичным. Избежать увольнения специалистов помог беспроцентный кредит на выплату зарплаты. Именно сохранить возможность хотя бы выплаты базовой, чтобы у людей было понимание, была уверенность в завтрашние дни и было желание продолжать работать внутри нашей компании. Потому что, конечно, очень не хотелось бы терять профессионалов и заниматься потом поиском новых сотрудников. Все-таки здесь очень важный вопрос и доверия, и уверенности в людях. Поэтому любому бизнесу важна, конечно, его команда. Сохранение коллектива – главный смысл государственной поддержки, отмечает президент России Владимир Путин. Ключевые условия получения такой помощи – сохранение штатной численности на уровне не менее 90% на 1 апреля. А если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на этой цифре, то после истечения срока кредита и сам он, и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство. Мы поддерживали и будем поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто думает о своих коллективах. Повторю еще раз, смысл государственной поддержки в том, чтобы стимулировать бизнес, сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников. Выдача беспроцентных кредитов – это федеральная поддержка бизнеса. На региональном уровне по поручению губернатора Дмитрия Азарова созданы и свои финансовые меры поддержки предпринимателей. Например, гарантийный фонд Самарской области выдает кредиты на льготных условиях, а также предоставляет отсрочку по основному долгу по уже выданным микрозаймам. На данный момент гарантийный фонд Самарской области уже представил 23 микрозайма на сумму более 51 миллиона рублей. На рассмотрение 22 заявки на сумму 59,5 миллионов рублей. Из них уже одобрено 5 заявок на сумму более 14 миллионов рублей. Подробную информацию можно найти на едином портале mybis63.ru. Именно так и сделала Марина Железнова перед тем, как оформить беспроцентный кредит для выплаты зарплаты сотрудникам. Мария Ильевна, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.